Девушки отдыхают 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 Я только вернулся, сам видишь. Думал, меня ждут горячий окор, холодное пиво, а тут жопа. Лютика нет, везде бардак, бродяги эти. Понятия не имею, что случилось. Давай оглядимся, может поймем, где его искать. Это да. Начнем с первого этажа. Там он обычно сидит, пишет. Ого, записка от благодарной музыки. Значит, письма чужие читаешь. Мое лицо залил румянец, и я погрузилась в чистый экстаз, поглощая нектар. И пальцы твои на истосковавшихся струнах моей души. Все из лучших виноградников. В вине Лютик понимает, как никто. Коллегия профессоров Оксенфурдского университета имеет честь присвоить Юлиану Альфреду Панкратцу Виконту де Леттенхофу титул «Магистра семи свободных искусств». Юлиан Альфред Панкратца. Все забываю, что он так по-дурацки называется. Нос маловат. А, и меч слишком большой. А, кстати, как это делают? Ну, убивают виверн. Техника может и не очень, но запала ему не занимать. Девушки отдыхают. ничего интересного да нет это то мы ищем это его ежедневник похоже лютик относятся к таверне со всей серьезностью ты представить не можешь насколько в жизни не видал чтобы он так старался вместе с этим славным прибытком на него свалились новые обязанности в том числе бухгалтерия еще он отмечал время свиданий официальных и приватных так с кем он там встречался а вот она последнее время встречался только с девушками хорошая мысль у лютика длинный язык может он растрепал подружкам что-нибудь такое что наведет нас на его след ну на это весь расчет ну добро надо это все как-то разделить а хотя бы и так я расспрошу девушек с моей части ты со своей годится золтан постой тут все в стихах а как иначе это же записная книжка лютика великолепно ладно встретимся здесь попозже обсудим кто что нашел я тут еще немного приберу не хочу оставлять такой бардак а ты почитал бы что ли это ты его не у них если что я тут рядом и и и и и а и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть странен лик ее изменчива природы, кто взглянет в очи ей, постигнет в жизни много. Чувствую какое-то особенное вдохновение. Ну, я не в восторге от эльфов, но это исключение. Ей бы сама Франциска Финдобаир позавидовала. Так может, сам к ней исходишь? Давай уж лучше ты. Почему? Видишь ли, эльфская красота, она как молодое вино из Боклера. А я как-то больше по водке. Как розу красит жгучий солнце вызов, так нашу розу жгут капризы. Манерам ей учиться не пристало, она лишь карликом махала. Карликом? Не замечал за ним такой скромности. Хе-хе. Карликом Роза Варатра называет свой гвихир. Хорошее название, а? Ладно. Варатра. А ее отец, случайно, не Нильвгардский посол? Он самый. Ты его знаешь? Сильно сказано. Так, перекинулся с ним парой слов в замке в Вазиме. Ну, значит, представляешь, что это за хер. И вот он нанял Лютика учить его дочек риторики. Только, говорят, Роза больше любит мечами махать. И она поменяла всемирно известного барда на простого фехтовальщика? Ей, кажется, ни одного. Все время слышу, что очередные учителя отказываются с ней заниматься, потому что она понавешала им люлей. Теперь ее отец ищет новую жертву. В смысле, учителя. Веспула. Знакомое имя. Это не она выбрасывала в окно его портки? Она. И вопила на пол новиграды, что он рохляй и охрипший фазан. Она. И швырялась в него цветочными горшками. Ну, что делать, старая любовь не ржавеет. Если бы я его не знал, то решил бы, что он ревнует Марабеллу? Да вряд ли. Она его давняя ученица. Он мне кое-чего о ней рассказывал. Кажется, я не хочу этого знать. И правильно, потому что с некоторых пор у них стало все как-то совсем странно. То есть? Ну, она велела ему переодеваться, называла его христианом, себя Анастасией. Извращения понеслись галопом. И еще каким. Однажды она сказала, что он ее жеребец. Лютик-то это за комплимент принял. Ну, а тут она вынула у дела избрую, и бедолага смылся через окно. Пусть только лишь на шелке страсть ей снится, но если надо, и матрас сгодится. Молли! Она убирается у баронессы Лавалет. Он взял на прицел баронессу, а остановился на горничной? Лютик-людей по происхождению не делит. В постели все равны. И потом, настоящий поэт должен хорошо знать жизнь. А так он может изучать мир с разных сторон. Ну, наверное, я узнал все, что хотел. Спасибо за помощь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует... 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 Здравствуй. Долька у меня. Акция. Товар по цене двух. Ну, как-то так. К вашим. Покажи мне свой... Будь здоров. А я всего одну и пел. Смотри! Смотри! Не пихайся! Не пихайся! Акция. 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 Мы можем поговорить? В чем дело? Пока. Береги себя. А говорили, Вера в вечный огонь чудеса творит. Хрена лысого она творит. Я не могу. Ты артист? Нет. Да. Про таких даже не слышат. Ну слышит. У тебя неприятность. Чем си... Я... Я... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...